К нашему эфиру уже присоединяется Юрий Игнат. Юрий, рады приветствовать вас в нашем эфире. Да, приветствую, добрый день. Юрий, так все-таки есть ли возможность у России, находясь под санкциями и в момент, когда санкции ужесточаются, все-таки действительно организовать качественное производство беспилотников? И как долго вообще нужно готовиться к тому, чтобы, Юрий, вы все еще с нами? Да, я с вами. Отлично. Сколько времени понадобится на то, чтобы наладить это производство? Потому что мы сейчас говорим только о каких-то подготовительных этапах, только начинается организация этого производства. Но ведь необходимый какой-то запас времени. Ну, я думаю, что все гораздо проще. Уже будет производство запущено уже состоявшимся технологическим оборудованием, наверное, или уже комплектующим. Я думаю, что все это будет, это моя личная точка зоны, мнение моей личной, что Россия все-таки будет получать уже почти готовую продукцию и будет делать вид, что собирает эти дроны и наладила. Ну, возможно, элементарные процессы производства планера, винтов, колес. Если это будет колесная техника, то уже есть БПВА, которые взлетают от саммита с помощью небольшой взлетно-посадочной полосы. Но если мы говорим о шахедах, то все, в принципе, спроектировано, сделано. Нужно только получать от той или иной страны, в частности от Ирана, комплектующие, и просто банально скручивать на своих заводах, собирать их и поставлять на фронт. Думаю, возможно, именно такое производство будет осуществлено. Так как комплектующие, как ни крути, двигатели там иностранные идут в шахедах, довольно-таки неплохие двигатели. Также блок управления, который пользуется сигналом GPS-навигации, и таким образом дрон через GPS-навигацию движется к своей цели. Но остальное, топливный бак, то, что Россия сможет, она может быть делать сама. Я хотел вас спросить, Юрий, это же не такая уж сложная техника, такого рода беспилотники. Это не истребитель, не самолет, транспортник. Это, ну, в принципе, примитивная, я так понимаю, техника с точки зрения авиаинженерии. Все говорит о цена, о технике. Сколько стоит беспилотник, мы знаем. То есть стоимость его в сравнении с теми средствами, которые их сбивают, в разы ниже. Поэтому противники будут использовать постоянно этот тип боеприпаса, боеприпаса, потому что беспилотник «Камикадзе» — это барражирующий боеприпас, по сути. И назначение которого так истощать нашу противовоздушную оборону. Ну и кроме того, он куда-то бы попадает. Мы же видим последствия. Так, он убивает наших людей, он разрушает, если не удается его сбить. Поэтому, ну, довольно-таки большой, если мы берем вот ту маркировку, что вы сейчас показываете, так как россияне называют оккупанты «Герань-2», это «Шахет-136». До 40 килограмм боевая часть. Поэтому довольно-таки серьезные могут быть разрушения, если он попадет точно в цель. Поэтому, да, сравнительно дешевый. И, возможно, и можно было бы наладить и у себя такое производство, как в Украине, так и в России. Но Россия пошла путем того, что зачем изобретать велосипед, будем брать у Ирана. Ирану нужно что-то, что есть у России. Вот таким образом они ведут это убийственное сотрудничество. В России есть еще ряд беспилотников, которые они сами изготавляют. Это тот же самый «Форкост» ударного типа беспилотники, «Орион». Также «Ланцеты» очень широко сейчас используются, как именно дроны-камикадзе. Те, что я назвал, это ударные дроны. Ну, многоразовое использование, многоцелевые. А вот «Ланцеты-1», «Ланцет-2», «Ланцет-3» — это то, что является баржирующими боеприпасами малого радиуса действия. Поэтому у России есть десятки своих разработок беспилотников. И я думаю, что в этом плане они будут наращивать, как и мы должны делать свою продукцию данного типа обязательно и средства борьбы с этими беспилотными летательными аппаратами, как дроны-камикадзе. Как раз вот вы упомянули, давайте немного шире расскажем про непосредственно российского производства беспилотники. Россия произвела 900 дронов-камикадзе «Ланцеты», и они уже почти все использованы в зоне боевых действий. Об этом рассказал Алексей Громов, замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины. Эти дроны-камикадзе серийно производят на Ижевском механическом заводе, входящем в концерн «Калашников». «Ланцеты» наносят большой урон украинским военным и технике, но вооруженные силы Украины уже научились эффективно бороться с ними. Алексей Громов добавил, из-за экономических санкций Запада технологические возможности россиян по производству современных дронов остаются ограниченными. Ну вот мы их показываем, как раз эту технику. То есть я понимаю, просто это заряд с пропеллером, который летит и... Да, принцип немножко другой, чем у Шахеда. Шахед программируется по маршруту. В следовании сразу определяется цель, которую он должен поразить. По своему маршруту он может двигаться не по прямой линии, а как его операторы запрограммировали. То есть залетать в одну область, возвращаться в другую. То есть маршрут прорисовывают заранее. Таким образом, иногда мы видим, что Шахеды пролетают, скажем так, в Винницкую область, залетают в Хмельницкую, делают круг, возвращаются назад в Винницкую. Это не единожды уже было. Ну, возможно, что-то влияет на него, какие-то средства, но все-таки вот так вот они запускаются. И принцип применения ланцета другой. У ланцета в голове, в головной части, там, где у Шахеда взрывчатка, у ланцета имеется камера. Он идет управляемый оператором, то есть оператор видит на мониторе свою цель, когда подлетает ланцет к цели. Сверху это все снимает и корректирует беспилотник другого типа разведывателя, типа зала, который видит обстановку на поле боя. И оператор, имея изображение от зала, имея изображение от самого ланцета, направляет его в свою цель. Ну, прежде всего, это цели ланцетов. Это средства противовоздушной обороны, ну, а также и бронетехника, танки, бронемашины и так далее. Ну, и автомобильная техника разных типов. Вот таким образом работает сам ланцет. Единственное, что радиус его действия невелик, там идет речь о десятках километров. Поэтому чаще всего его, конечно же, используют на передней линии. Ну, так или иначе, используя эту информацию о том, что Россия собирается якобы наращивать или вообще учредить производство Шахедов, которые, как вы предполагаете, они будут просто практически готовыми закупать и выдавать это за свое производство. Так или иначе, нам необходимо подготовиться к этому моменту. Вы уже говорили о том, что нужно наращивать прикрытие нашего ПВО, бронированной техники. Это больше в контексте ланцетов было. А что же говорить в контексте тех самых дронов Шахед, с которых мы начали наш разговор? Каким образом нам нужно подготовиться и, собственно, использовать эту информацию о том, что вот у России такие намерения? Тут придумывать ничего не надо, уже все придумано. Тут есть средства поражания, которые могут их сбивать. Вот и все. То есть радиолокационные привязки к цели должны быть, потому что чаще всего ночью используют. Ночью трудно работать мобильным огневым группам, также авиации. Ну, поэтому основное оружие, которое противодействует этим беспилотникам, это остаются зенитно-ракетные войска, которые вот 3-го числа праздновали день зенитных ракетных войск, собственно. Вот, и поэтому, да, приходится тратить довольно-таки большой запас ракет на эти беспилотники. И нужно все-таки более рациональные средства для их уничтожения, что касается крупнокалиберных пулеметов, зенитных пушек и другого вооружения, чтобы сбивать БПЛА в разное время суток. Есть хорошие примеры гепарда немецкого, который отлично работает по беспилотникам, по крылатым ракетам, то есть в автоматическом режиме уничтожает свои цели. То есть спаренные зенитные пушки, которые одной очереди безошибочно поражают эти цели. Единственное, что радиус невелик у этого вооружения, речь идет о 5 и больше километров, в то время как зенитные ракетные системы, управляемые зенитные ракеты среднего радиуса действия могут достигать целей до 40 и до 70 километров. И вообще сам факт, что Россия собирается изображать производство шахедов, означает увеличивать просто количество шахедов в своем арсенале. Это что означает? Что хочет учащать обстрелы мирных городов или также их использовать на поле боя? То есть конкретно шахедами часто обстреливаются мирные жители, мирные районы. Для этого собираются производить? Я думаю, что тут речь больше, чтобы снять ответственность Ирана за то, что они поставляют оружие убийства. Если Иран мог бы поставлять больше и мощности их производства были бы больше, то очевидно, что Россия получала бы больше. Мы уже видим, что просто считаем нашу статистику, которую мы подаем. Ну, шахедов уже более 1200 сентября месяца было зафиксировано, уничтожено только, скорее всего, что да, уничтожено нашей противовоздушной обороны. Большее количество, соответственно, запускалось. То есть может быть около полторы тысячи шахедов. Это приблизительная цифра на совершении. Столько противников. Но это все надо выпускать, ну, имею в виду производство. Плюс тоже Иран, очевидно, не в ноль выдает все со своих запасов. Поэтому Россия, то, что они там хотят строить какой-то завод, ну, видимо, скорее всего, хотят... Иран хочет, ну, как сказать, умыть руки, да, от этого дела. Сказать, что вот мы не сотрудничаем больше и так далее. Все делается Россия сама. Ну, а поставки поставками нужно действительно все всевозможные методы включать международного влияния, для того, чтобы не получали товары двойного назначения, которые можно использовать при производстве этого оружия. А для чего Ирану, скажем так, умывать руки и делать вид, что они здесь ни при чем? Собирается, восстанавливая свою репутацию. Но ведь уже всем известно, что Иран до этого поставлял дроны. То есть для чего это вот сейчас вдруг понадобилось исправить таким образом? Ну, а возможно, будут еще санкции. То есть Ирану дали возможность пойти на путь исправления, что ли, демократических каких-то процессов. Раньше понизили санкционное давление, разрешили получать запчасти авиационной отрасли для того, чтобы ремонтировать свои самолеты, имеется в виду, для авиаперевозок. Поэтому это все можно каким-то образом и возобновить. Поэтому, может быть, с этой точки зрения, да, что, может быть, Иран не хочет больше этого делать. Ну, пожалуй, мы увидим дальше, как оно будет. — Знаете, Юрий, я хотел спросить уже не про иранские дроны-беспилотники в России, а про беспилотники в украинской армии. Первый этап войны отдельным героем обороны Украины был дрон «Байрактар». И слово уже нарицательное, и все его знают. Но потом как-то мы не слышали о них, они закончились. Нужны сейчас украинской армии для контрнаступления беспилотники? — Деятели «Байрактары» работают прямо сейчас, в небе находятся, выполняют свои задачи, там несколько, один-два, иногда и больше. Но дело в том, что «Байрактар», да, стал таким символом нашим, да, в котором песни пели. Ну, если ясно, показывайте, это «Кинжи», это уже такой новый беспилотник, большой беспилотник, у которого задачи гораздо выше, и цели, и так далее. Но нужно понимать, что в России сегодня на линии боевого столкновения, на линии государственного кордона достаточно мощное ПВО, которое будет просто их сбивать при приближении, и когда он будет сам беспилотник такого типа, как «Байрактар», приближаться и входить в его зону поражения. В начале войны беспилотники сыграли важнейшую роль, также принимали участие в потоплении, отправке на дно, скажем так, по известному адресу московского крейсера. Поэтому тогда, да, тогда действительно была немножко другая обстановка. Россия не разворачивала свое ПВО, двигались колонны на Киев, в том числе, и на других направлениях. Поэтому «Байрактар» мог, как давать полезную информацию, корректировать огонь артиллерии, также мог наносить и сам удары своим высокоточными управляемыми авиабомбами. Сейчас же нерационально «Байрактары» близко приближать к линии фронта, потому что цель видимая, и враг будет их фактически доставать. Поэтому они используются там, где нужно, на тех направлениях, где это необходимо, и используются с умом, скажем так, для того, чтобы их противнику не удалось сделать. Ну и какой же разговор с вами, Юрий, без упоминания истребителей F-16? В августе Британия начнет подготовку украинских пилотов, тренировки пройдут до 20 летчиков. Об этом сообщил замглавы Минобороны Королевства Джеймс Хиппи. Ну и у вас, хочу спросить, какие новости по истребителям F-16? Что последнее вы можете сказать? Ну пока последнее, крайнее я бы сказал, сказали и главнокомандующие в интервью «Вашингтон-Пост», и президент Украины в обращении, ну и к Украине, и к западным партнерам, ну что затягивание процесса приводит к большим жертвам украинцев на фронте и в мирных городах в том числе. Поэтому необходимость этих самолетов никуда не делась. Нам нужно, когда они придут, в процессе наших наступлений, наших наступательных действий, под их финал или быстрее еще. Хотелось бы, конечно же, быстрее, но нельзя промедлять. Об этом хотел сказать, ну вероятно хотел сказать президент Украины, и сказал, в принципе, это был такой посыл к странам, которые согласились быть в составе авиационной коалиции и помогать Украине в осуществлении этих планов о перевооружении нашей авиации на этот тип самолетов. Великобритания тоже есть, в принципе, взяла лидерство в этой коалиции и готова уже обучать, ну в принципе, это базовое обучение первоначальное, которое занимает довольно-таки долгий срок. Это будут молодые пилоты, которые не имеют опыта полетов, но это базовое обучение уже на западных самолетах учебных позволит быстрее воспринимать западную технику и уже потом уже переходить на F-16. Нам же нужно все-таки тех боевых пилотов, которые уже будут в перспективе учиться на F-16, направлять сразу в центре обучения именно на этот самолет. Благодарим вас, Юрий, за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Напомним зрителям, что на связи с нами был спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Гнат. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы.